8 июля в России отметили День Семьи, Любви и Верности. Накануне праздника 7 июля в районном ЗАГСе состоялась церемония чествования юбилейных семейных пар. Две семьи, которые прожили в браке 50 лет, принимали в этот день поздравления в особенной торжественной обстановке. Поздравления, цветы и признания в любви в нашем праздничном сюжете. Под звуки свадебного марша, как когда-то 50 лет назад, две семейные пары Веснины Вера Ивановна и Александр Михайлович и Бибченко Нателла Георгиевна и Анатолий Павлович переступают порог ЗАГСа. В этот день они главные герои праздника. Такое торжественное отчествование юбиляров, посвященное Всероссийскому Дню Семьи, Любви и Верности, в ЗАГСе проводится ежегодно. Многие юбиляры или их близкие с радостью готовы повторить такое, казалось бы, неповторимое событие, как свадьба. Торжественная церемония началась с чествования семьи Бибченко Нателлы Георгиевны и Анатолия Павловича. Они познакомились с теплым вечером 31 августа 1967 года. Это была настоящая любовь с первого взгляда. А через три дня влюбленные подали заявление в ЗАГС и уже в сентябре сыграли свадьбу. Нателла Георгиевна работала в проектном институте города Владивостока. А супруг Анатолий Павлович начинал свою трудовую деятельность мастером в строительном управлении ДВ пароходства. Как хороший специалист, летом 1974 года Анатолий Павлович был приглашен начальником ремонтно-строительного цеха Славянского судоремонтного завода. Вместе с супругом в новый поселок переехала и Нателла Георгиевна с маленькой дочерью Надеждой. Вместе они пережили многое. Но самая главная ценность для Бибченко – это их семья. Они достойно воспитали дочь и двух внуков Артема и Филиппа. Оглядываясь назад, Нателла Георгиевна и Анатолий Павлович ни о чем не жалеют. И если бы был шанс вернуться в прошлое и что-то изменить, они прожили бы свою жизнь так же. А тот день, когда они поклялись друг другу в верности и сказали «да», вспоминают с большим трепетом. Это чувство не опишешь, Славян. Не опишешь. Это было столько... Такое вдохновение. Мы любовались друг другом. Дни прошли, конечно, три свадебные в суматохе. Он был студентом. Искали костюм, искали ботинки, Искали ткань на платье, ведь ничего не было. Даже цветы купить было невозможно. И 50 с лишним лет мы живем. Значит, не это главное в жизни. Ни платья, ни костюм. А именно... С золотой свадьбой в этот день поздравили и супругов Весниных, Веру Ивановну и Александра Михайловича. Они 50 лет прожили в мире, согласии, делили вместе радости и горести. Работали, воспитывали детей и внуков. Познакомились с морозным январским утром 1969 года. И уже в июле расписались в городе Сучан. Александр Михайлович работал тогда на судоремонтном заводе. Был хорошим корпусником-ремонтником. В 1969 году его пригласили на славянский СРЗ. И они вместе с супругой переехали в Славянку. Вот так славянский судоремонтный завод связал судьбы двух семейных пар с поселком. Гордость, радость и надежда семьи Весниных – их внучка Кристина. Она уже отучилась в институте и сейчас заканчивает магистратуру. В этот день поздравить юбиляров с золотой свадьбой пришли не только родные и близкие. От имени главы Хасанского района супругов поздравила Ирина Старцева. Она пожелала молодоженам крепкого здоровья и вручила общественную награду за любовь и верность. Дай Бог вам всем счастья, здоровья и благополучия. Семейные пары по традиции ставят свои подписи в юбилейном альбоме, который хранится в ЗАГСе. Получают второе юбилейное свидетельство о браке. Ну и конечно же приглашение на торжественную регистрацию в следующий семейный юбилей. Каждая такая церемония – настоящий праздник, где главное место занимают свадебные традиции. И через 50 лет супруги, словно молодожены, волнуются в такой важный момент. Но поддержать и поздравить юбиляров в этот торжественный день собрались самые близкие люди – дети, родственники и друзья. Это единое целое, которое неотъемлемое – это семья. Это мои родители, которых я очень люблю, ценю, уважаю. Дай Бог им здоровья на долгие-долгие годы. Самое главное – это уважение друг к другу. Если ты не уважаешь человека, не уважаешь, не понимаешь его, да, то прожить невозможно. Не слышишь, когда другого человека. Вот это уважение. Кроме этого, еще есть чувства. У них они точно есть. У каждой семьи своя история, но объединяют их взаимопонимание, гармония, любовь родных и близких. Особую программу сотрудникам ЗАГСа помогли подготовить работники районного дома культуры. А воспитанники Центра детского творчества «Вдохновение» подарили юбилярам небольшой концерт. Прекрасным завершением торжества стало выступление Дианы Хацановской. Она исполнила для юбиляров гимн Дня семьи, любви и верности. Виктория Беляева, Александр Бабарин. Новости Славянки. Новости Славянки. Новости Славянки. Новости Славянки. Новости Славянки. Новости Славянки. Продолжение следует...